Итак, всем привет, с вами Добгай, продолжаем играть за Нидерланды, Виктория 3 В прошлой серии, что мы тут сделали? Проколонизировали территорию вот здесь, да? Агрессивно И, наверное, будем стараться идти на север, чтобы наши территории подсоединить хоть как-то Параллельно колонизируем тут кучу территорий, тоже очень успешно, потому что у нас уже есть лекарства, вот тяжелые, малярии По технологиям в обществе уже очень много чего исследовали, я бы сказал, все, что нам нужно было, мы исследовали Возможно, только вот это понадобится еще, да, в один момент, телефоны добавить И по техам мы, на самом деле, очень-очень хорошо идем, да? У нас грамотность очень высокая Мы в лимите, отлично, сейчас промку докачаем по-быстрому Тут какие-то третьи техи, потом порвают рубли, у нас примется, электричество бафнем Тут еще что-то подкачаем, я думаю, вот сюда нам пойдем Вот там плюс строительство нам нужно, мне хочется эффективно строить Я вот все думаю, стоит ли нам еще секторов подстроить, да? Так-то инвестиционный пул у нас большой, у нас он уже 150 тысяч доходов имеет И как бы в теории-то можно было бы Да, но нужно ли нам реально больше одновременно строить? Вот в чем вопрос И, наверное, немножечко поднять можно Вот как-то давайте вот так сделаем Будем потому что тут застраивать сейчас очень плотно В идеале бы нам еще все эти области вот включить Включать Они, собственно говоря, сейчас включаются, здесь включаются Пока что еще нет, до конца не включилась Еще этот процесс занимает очень большое время, потому что они все очень далеко Я полагаю, что это из-за этого Ну и плюс населенные они Но, тем не менее, потихоньку Даже если она не полностью включена, то там уже есть эффект от нашего включения Здесь поскольку только начали нет Но, допустим, посмотрим сюда Видите, здесь образование повышается Ассимуляция, собственно говоря Все вот это вот Колониальный рост отсюда, кстати говоря Вроде как тоже начинает производиться Хоть и подмедленно, потому что пока он полностью вырастет И в целом, да, на самом деле у нас здесь уже 9 миллионов, да В целом, в целом нормально Микро, микро рост получили мы Сейчас мы повышаем нашу культурную теху Точнее, наш культурный закон, чтобы к нам больше эмигрировали У нас легитимность подупала Забавно Раньше от этого проблемы нету Не, не было А, селяне, селяне вышли из партии Вот в чем дело У нас были 3 партии Все окей было Селяне вышли из партии Получилось лишнее Если мы их заберем, да, почти полностью То есть надо, чтобы селяне в какую-то партию зашли Селяне, давайте, не тупите Пересоединяйтесь к кому-то Будет отлично все Евангелисты нам сейчас дают минус баф Доступность образования Очень неприятный Вот, но Ничего мы с этим не поделаем Потому что текущие законы они не любят Закон, который прошлый мы сменили Они не любят А более того Следующий закон, который мы будем менять Они тоже будут не любить Но эти минус 10% пока еще нам не смертельны Да и в принципе Да, если посмотреть У нас вот отсюда 50 Вот домика 22 То есть 72, 62 И буквально получается сколько нужно Это 19 Где-то у них должно быть уровня жизни среднего Чтобы все было ок Так что плюс-минус Эти 10 пока что еще не должны сильно сказываться Хотя, конечно, хотелось бы избавиться Но при этом получится Улучшаем вот 7 отношений У нас с Францией упали отношения Это очень мне не нравится Франция была нашим союзником долгое время Но союз работает здесь как говно Поэтому он разорвался А потом и оборонительный пакт И так понимаю, разорвался Прекрасно работает дипломатия Но хватит об этом Что я хотел показать Это то, что у нас на самом деле с Францией Огромный рынок сейчас И, кстати говоря, разорвался И торговое соглашение разорвалось, да? И вот я решил зайти и посмотреть Сколько мы с пошлиной получаем И много Это буквально где-то треть наших доходов Чисто пошлины От того, что мы кучу всего импортируем И кучу всего экспортируем И более того Это число еще увеличится Когда мы Давайте все экзотические товары Тоже начнем в больших количествах производить У нас будет излишек Нужно будет куда-то продавать Тоже будем кучу денег получать И наше население тоже будет Которое здесь владеет этими Собственно говоря Плантациями Тоже будет получать огромные прибыли В любом случае, поехали Говоря, раз они не в партии Давайте их реально выкинем Я не могу выкинуть Потому что у меня вот эти чел О, господи Вот это забавная ситуация Вот эти челы на меня злятся Поэтому я не могу их оставить в правительстве Можно выкинуть только всю партию Я бы, допустим, не хотел выкидывать партию Да Короче, это забавная ситуация Селян мы не выкинуть пока что не можем А вот мы приняли новый закон по культурам У нас теперь авторитет отвалился Но это нормально Давайте уберем потребительские налоги Сколько услуги дают? 60 тысяч Это много Но мы уже можем Без них, как видите Наша экономика очень здоровая Прям очень мы с низкими налогами Без потребительских Очень сокровенно чувствуем И еще инвестиционный пыл не полностью используем Да Все-таки очень много Мы получаем от пошлин Просто, ну, огромное количество Видите, экспорт красителей У нас просто огромные деньги приносят Они у нас дорогие из-за этого на рынке Но все-таки потому что мы продаем вот столько Да То есть Франция, Пруссия Да, Франция и Пруссия сидят на наших красителях И это хорошо на самом деле Но и мы очень-очень неплохо так зависим от их рынка Потому что мы туда продаем Но с другой стороны Если оборудоваться вот эти пути Да, 4 тысячи 2 тысячи сожжется внутренним рынком А еще 2 тысячи, я думаю, мы найдем куда продавать В принципе, да Можно сказать и говоря Они у нас покупают Мы можем еще и мы им продавать Это две разные вещи, если вы не знали Если нам не хватает вот этих вещей Давайте у них покупать Нам с Францией и Пруссией бы на самом деле очень дружить Было бы хорошо И мне бы вообще с Австрией бы как-то успешно повоевать в один момент Потому что в Австрии наша Волония, да, наш Люксембург Но Австрия очень сильна Прям очень Так что надо как-то затаймить это хорошо И с Францией и с Пруссией в виде союзников Франция это точно завалит, да, Австрию Посмотрите на это число батальонов Подвоевать, заврать в Севолонию Возможно, у себя какой-нибудь Ганновер там, да, подхватить еще что-то Вот из этого Как бы можно, почему нет Ну, я думаю, вот именно с этими двумя союзниками Возможно, еще и с Россией в один момент У нас в России вроде тоже, да, отношения хорошие Единственное, мы с ними не торгуем особо Хотя, может, и можно было бы, да Но просто давайте посмотрим, что у них там на рынке Вообще есть У них всего нет на рынке Да То есть, если продавать фрукты, мы можем продавать что-то такое Дерево у них не хватает Мы очень жесткий экспортер дерева тоже Потому что мы кучу в Африке добываем Еще здесь вот такие вот смешные торговые пути, да Из Франции мы покупаем 4000 зерна и получаем от этого кучу пошлин И продаем им 4000 зерна, да, получаем кучу пошлин Это выглядит как То, что у меня путь как-то бесконечно растет И просто генерирует доход бесконечно Но, видите, он вроде не увеличивается Очень смешная ситуация, но Но, допустим Тем временем устраиваем просто кучу красителей Потому что продаются они все хорошо На нашем рынке они тоже нужны, собственно говоря Почему бы и не строить их Так говоря, паровую турбину мы следуем Вы меня, видите, лишнего заинвестировали В такую плавку на самом деле тоже Берем себе трубу и ставим себе пневматические инструменты И можем на самом деле уже электричество вот так вот сделать Ну-ка Вот так вот, как говорится 2000 мы получаем сверху И давайте куда ее? Вот сюда можно, да? Берчатки нам не хватает Давайте закинем сюда А вот это мы сейчас все можем поменять Тоже будем менять, наверное И вот сюда давайте добавим Собственно говоря Посмотрим, что как это на рынке отразится Кстати говоря, у нас вот здесь вот все еще не крытые рынки Я все еще боюсь перейти сюда Потому что там нужно сталь и стекла куча У нас столько пока что нету И давайте-ка уже потихоньку тоже здесь переходить На берегацию автоматическую И достраивать двигатели Под открытием каучука И мы уже, как вы можете видеть, много территории открыли Пора нам подстраивать его И добавлять его, наверное, вот сюда Чтобы еще больше делать одежды И еще больше ее продавать Пишите минус Но это опять же, потому что каучука нету А роскошной одежды такого нету спроса А это изменится Нужно 1200 каучука Так что давайте планировать соответственно И временем, пока мы используем полностью инвестиционный фонд Можно вообще на низкие налоги переходить самые Потому что у нас все равно очень много денег И давайте-ка Что мы сделали? Культурное отчердение Отлично Давайте наконец-таки медицинские страхования сделаем Докачаем нашу медицину Чтобы прирост нормальный шел И вот тогда у нас будет прям очень-очень успешное государство В этот момент И в один момент, я думаю, мы сможем В Африке настроить казарм И так как у нас населения здесь нету А в Африке есть Будем воевать африканскими силами Именно из Африки Брать все силы для войны с европейскими державами Кстати говоря Помните, говорил, что миграция Очень у нас будет неплохой Кстати, в Голландии Очень высокий рейтинг миграции От уровня жизни, да Ну еще, конечно, интеллигенты нам помогают И мы реально Сколько тут 2,4% увеличивается только от миграции Сейчас еще здравоохранение прокачаем Постепенно Надо подкачать опять домики Все, собственно говоря, как обычно Мы реально за счет миграции тоже повысимся В самих Нидерландах А там очень много нашей промышленности Включено население уже 16 миллионов Но сюда, наверное, считается поменьше Да, сколько? 9,5 Я бы сказал, нормально, нормально И мы все вот колонизируем Францию мы уже, я так понимаю Кажется Здесь вот обрезали Здесь скоро Америку, я думаю, обрежем Но здесь мы уже не сможем выйти Я абсолютно в этом уверен Да, они уже здесь нас заклонизируют То есть вот И нам придется воевать с США Чтобы пройти к своим территориям Собственно говоря Поэтому давайте вот это перестанем делать А вместо этого давайте с кем-нибудь еще получаем отношения Допустим, вот в Британии Вполне себе, почему бы нет И, кстати, мы по ВВП уже обогнали Получается, четвертое место Остали сами четвертым Там была Австрия Но Австрия вышла еще дальше Стала на второе место Ожидаемо, что у нее так много территории Она может реально прокачаться И на первом месте Франция С четырьмя сотнями миллионов Дикая ситуация Тут просто мы окружены гигантами Но в Британии позиции сдает Ну, ожидаемо Там население по сегодняшему кончается А с колонизацией они как-то вообще Ну, не постарались Совсем А мы вот стараемся И очень уверенно идем В те времена Двигатели мы подстроили Но Тут проблемы С квалификацией И вот Ради этого я сюда универ И сейчас дострою Одного я думаю Плюс-минус хватит Чтобы они потихоньку поднимались В плюс Мы этот регион стейтем И тоже должно это Потихоньку повышать Это мы здесь двигатели Да, будем потихоньку произвести Плюс я думаю Где-то можно здесь тоже Вот у нас Тут Такой стейт неплохой Да И Он уже поболее Менее такой Включенный Можно сюда тоже будет Достроить двигатели В В неплохом количестве Нам потому что Понадобится их очень много Я уже только часть Переключил Плантации Чтобы вы просто понимали Да Мы переключили только Вот кофе Хлопок И Здесь у нас Особо нету Кофе Хлопок И это меньшая часть У нас еще вон Четыре сотни Красительных растений По сотне вот этих И полсотни бананов То есть Ну нам надо еще будет Несколько раз больше Ну и каучук Мы потихоньку Начинаем Выращивать тоже Сейчас я дострою Что здесь было В очереди уже Красители И потом Пойдет там каучук Потом уже Вот эти двигатели Так что нормально Экономика у нас Очень жестко развивается Все чего нам не хватает В Нидерландах Мы нашли В колониях И за счет этого Я думаю Сможем доскелиться До уровня Передовых держав Я подумал Что раз мы Такие богатые Давайте Дадим Беднякам денег Да Еще поднимем Наш уровень жизни Возможно Собственно говоря Почему будем Начать еще Социальные выплаты Делать Да У нас сейчас Типа Вот это Можно сказать Вот этот минус Вот сюда Пошел бы Но у нас еще Сверху будет 40 тысяч И мы все еще На низких налогах И на средних зарплатах Зарплаты повышать Я не сильно хочу Я не вижу в этом Сильно большого толка Вот налоги Да Снижать Мне кажется Полезно Ну и конечно же Застраиваться На эти деньги Тоже очень полезно Можно Будет наверное Поднять немножко Строительства Побольше Хотя опять же Надо не перебарщивать Потому что Если у нас будет Слишком много Строительства Мы застроим Здесь все население А дальше Оно будет просто Стагнировать Это тоже Не то что нам нужно И вот Наш рынок Сейчас Потихоньку Получают Новую нужду Каучук Мы Текстильной фабрики Перевели на каучук Теперь каучука Нам много нужно И Самое интересное Мы потихоньку Будем Сейчас увеличить Потребление ГСМ Пока что Это только В пищевом Производстве Да Но Потихоньку Потихоньку Так вот это Можно сделать Не опасаясь Ничего Вот это Нужно сделать И настроить Кучу электричества И вот это Тоже стоит Сделать уже И просто Потом Разобраться С последствиями Как говорится Вот это У нас уже Везде есть Надо обновить тоже Так вот И в связи с этим С тем что нам нужно ГСМ Мы пойдем сейчас В Венесиолу Затем Мы здесь В Персии Я думаю Начнем захватывать В Персии В Османской империи Следующие Наши колонии Будут именно Ради нефти Сделаны Да Здесь мы Все так же Колонизируем Ради населения Ради ресурсов Всяких плантаций У нас уже Стройка 630 Очень уверенно И самое главное Что я сейчас сделаю После закона О бедняках Это я пойду Поставлю Семь мультикультурализм Я все думал Что наверное Не стоит Не стоит Но Миграция Реально Очень сильна Посмотрите Как бы да Что происходит Вот здесь 54000 Просто ну 546 тысяч Я ошибся Господи Да В общем Посмотрите Просто эти цифры И ну Очевидно Очевидно Что Миграция Хочется иметь Да Миграция Очень хочется иметь И с мультикультурализмом Она будет Самая хорошая Самая эффективная Есть минус Лаги Поэтому я пошел Поискал Что очень Усиляет Ассимиляцию Потому что Ну Я не считаю Что логичным Игровым Так сказать Минусом Какой-то тактики Должны быть лаги Нет Это глупо Поэтому я Поставил Поставил уже Даже мод На ассимиляцию Ускоренную Игровых преимуществ Это никаких не дает Это только Человек комфортнее Гру Потому что Население Должно стать Более монолитным По культурам А значит Меньше расчетов Должно быть Для отдельных групп Соответственно Меньше лагов Лейти Соответственно Я возможно Дойду до лейта В этой игре Наконец-таки Если не будет Никого бреда Но учитывая Что мы станем Вот таким вот Супер демократическим Государством У нас собственно говоря Даже восстания Не должно быть У нас видите Мы на низких налогах Я думаю Даже в один момент Зарплаты будем поднимать И ну У нас очень-очень Довольное государство С уверенным уровнем жизни В общем-то План пока что намечен Нефть Дальше Дальше электрификация Доделать все Промышленные тихи У нас очень высокий Уровень образования Мы это сделаем Достаточно быстро И Затем уже выход В лайтгейн Военной тихи И захват Всего что мы хотели Ну а это Серьезно заканчивается Так что ребят С вами был Дубгай Подписывайтесь Лайки, комментарии Все как обычно До скорых встреч Пока